Вот здесь они показаны, как под действием жидкого кристалла меняется от темного до светлого. Руководитель молодежной аэрокосмической школы Ольга Старикова ведет необычный урок. О движении космических аппаратов с солнечным парусом своим ученикам она рассказывает в интерактивном режиме по скайпу. Ну, с одной стороны, им было бы интересно общаться между собой, они с удовольствием приходили сюда, но сегодняшняя ситуация вынуждает нас оставаться на таком формате. С другой стороны, к нам присоединилось несколько человек из других городов, в которых раньше не было такой возможности приезжать сюда в университет из Чапаевска, из Тольятти. В аэрокосмической школе учатся дети с 5 по 11 классы. Основная цель школы – профориентационная работа и привлечение талантливой молодежи. Научно-исследовательская деятельность поможет детям определиться с приоритетами и заинтересоваться возможностями Самарского университета. Это вот конструкция. Их несколько штук уже было запущено в космос. Арина, Святослав и Владимир занимаются в молодежной аэрокосмической школе недавно. Сейчас с интересом слушают онлайн-лекции и готовятся к каждому занятию. Дистанционное обучение им сейчас даже интереснее смотреть, потому что это мало того, что живая связь, преподавателям они его видят, они с ним общаются, но и интерес еще, что это происходит на расстоянии, не вживую. Это тоже у них вызывает дополнительный интерес. Следующее занятие в аэрокосмической школе запланировано на 4 апреля. Присоединиться к лекции могут все желающие школьники региона. Лариса Шлафаст, Максим Гусев, Николай Сидоров. События. Продавление очень быстро.